Здравствуйте! В этот праздничный вечер вас приветствует информационная служба телекомпании БУК-ТВ и мы, Виктория Сащенко и Павел Белявский. Сегодня великий праздник для нашего народа и всей белорусской земли. Мы празднуем 70-ю годовщину победы над фашистской Германией. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и все, что за ним стоит. Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тяжелое время сплотившихся и отстоявших свою родину. Годы идут, но славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти благодарных потомков. 9 мая народ Великой Державы окончательно победил фашистскую Германию. В предместе Берлина был подписан акт о полной капитуляции вермахта. Первый день победы праздновался так, как ни один из праздников современной истории. Дорого далась эта победа нашему народу. Погибло более 20 миллионов человек на этой страшной войне. В каждой семье есть о ком вспомнить. Как дань памяти героизму советского народа 9 мая в день победы ежегодно в городе Бресте, городе, где был заложен первый кирпичик победы, проходит праздничное шествие. В этот день встречаются фронтовики, ветераны трудового фронта, возлагаются венки к вечному огню мемориала Брестская крепость-герой. Сверкает праздничный салют. Память об этой великой победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. О силе духа и величии фронтовиков, о сегодняшнем триумфальном шествии ветеранов Великой Отечественной войны, расскажет Анастасия Остробко. Торжества, посвященные 70-летию Великой Победы, начались в областном центре с раннего утра. От площади Ленина праздничная колонна отправилась мемориал «Брестская крепость героев» в едином строю, те, кто видел войну своими глазами, и те, кто про нее знает только из книг, статей, репортажей или рассказов очевидцев. И это шествие победителей и их наследников – наглядная картина единства наций и непрерываемой связи поколений. Приятно, что вот столько людей приходят на этот праздник. И не только ветераны, а приходят прежде всего молодежь, население. В целом, вот посмотрите, сколько сегодня пришло на этот праздник. Это по всей стране, это очень важно. Сегодня нету той семьи в Белоруссии, где бы, значит, ну, кого не затронула война. И у меня два родных дяди погибли во время войны. Один без вести пропал, значит, отец мой тоже, значит, с 23-го года воел. Поэтому для меня этот праздник, как и для всех, со слезами на глазах. Ветеранам Великой Отечественной войны в силу возраста все сложнее принимать участие в таких мероприятиях. Только пройти в парадном строю от площади Ленина до площади церемониалов стоит немалых усилий. Однако от них вряд ли можно услышать жалобу, закаленные суровым военным временем. Они и сегодня, в уже почтенных летах, тверды духом и стараются сохранять бодрость и оптимизм. А как иначе, по их собственному признанию, прийти в этот день в Брестскую крепость – не обязанность, право или привилегия. Это настоящее счастье, цена которого – 1418 дней, нечеловеческих страданий, боли и потерь. Это радостное слово – победа. Оно должно быть везде радостное. И на полях, и на стадионах, и везде, где человек живет. Мы, белорусы, заслужили то, чтобы жить хорошо. Все у нас есть. Лишь бы был мир на земле. Чтобы наших детей, внуков, правнуков никогда не коснулось крыло войны. Это страшно. Отличное настроение. Спасибо вам. И мы встречаем. О, молодец. Вот это правнучек трехкратный. Правнучек, за которого воевали, правда? Да, да, конечно. И они будут героями тоже. Склад ветеранов в становление и развитие нашей Родины сложно переоценить. Не только не сдаться врагу, защитить города и деревни, но и возродить жизнь на израненной и опустошенной белорусской земле. Задача посильная исключительно тем, кого можно назвать и настоящими патриотами, и настоящими людьми. С большой буквы. Пожалуй, нет таких слов, которые могли бы полностью выразить всю глубину признательности героям, спасшим без преувеличения весь мир от коричневой чумы. А ведь благодарность важно успеть выразить. С каждым годом на земле все меньше остается солдат Победы. На сегодняшний день на территории нашей области проживает всего осталось 2207 участников ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 451 награждены орденами и медалями. Это те, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях. Кроме того, у нас на сегодняшний день проживает 240 семей погибших, тех, которые погибли во время Отечественной войны. И более 3000 – это те, которые были угнаны за пределы и находились в концлагерях. Поэтому, вы видите, еще слава богу, что эти люди остались, но их, конечно, становится с каждым годом все меньше. Ветеранам, конечно, посильную помощь тоже оказываем. Мы вот и в этом году, в этом квартале уже более полутора миллиардов рублей направили помощи им. А в целом, к празднику наше правительство, президент, выдали помощь только вот на Брестской области. На сумму более 27 миллиардов рублей оказана помощь. В крепости практически всегда многолюдно. Однако 70-е годовщина Великой Победы собрала на священной земле, кажется, рекордное количество благодарных наследников. Ни расстояние, ни время, никакие бы то ни было другие условия не смогли стать для них преградой перед тем, чтобы лично отдать дань памяти и уважения героям той войны. Приятно поучаствовать в мероприятии, посвященном непосредственно самому Дню Победы. Приятно отдать какую-то свою, наверное, почесть и дань уважения данному празднику. Никогда вот не был в Бресте, но для меня не было альтернативы. 70 лет Победы надо встречать в этом городе. Именно здесь вражьи почвы в первые же дни войны получили самый мужественный отпор. Поэтому я передаю, конечно, всем брещанам от туликов самые искренние пожелания с праздником Победы. Для меня это очень большой праздник и, наверное, даже, может, самый главный в году в жизни. Почему? Потому что у меня отец, участник войны, дошел, как говорится, до Берлина. К сожалению, его нет уже в живых. И у нас как бы преемственность в поколении. Я офицер запаса, майор запаса. Закончил службу в вооруженных силах. А это мой внук. И я как бы горжусь тем, что он, это наша традиция, возможно, наследие, ну, как бы, передается по традиции. Насколько я знаю его жизненные планы, что он в будущем планирует тоже стать офицером. Мир – это самое дорогое ценное на Земле. И вот те миллионы и миллионы людей, которые положили свою голову за этот мир, и те ветераны, которые с нами, они заслуживают самое-самое уважение огромное и низким поклонствам, и с праздником всех брещан и всех ветеранов. Спокойное и мирное небо над областным центром на протяжении всего дня озаряло яркое солнце. Наверняка такое же теплое, как и в далеком 45-м. Май 2015-го дал обратный отчет к 80-му юбилею Победы. И 90-му, и обязательно 100-летнему. Ведь и через много десятилетий в городе над Бугом будут ценить, чтить и сохранять нашу героическую историю. И обязательно проводить праздничный парад, не скрывать слез радости на лицах, петь песни военных лет в городских парках и скверах, слышать счастливый детский смех уже про внуков и про правнуков победителей. И говорить одно большое спасибо. От всех тех, кто живет на суверенной и независимой белорусской земле. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. На войне говорили «стойкость города берет». Вика, мне кажется, что сегодня это выражение можно перефразировать в другие слова. Старость года берет. Именно так. Ведь, несмотря на возраст, наши ветераны не покоряются годам и стойко стоят в строю. Желаем вам, наши дорогие земляки, оставаться такими же целеустремленными, мужественными, искренними. Пускай ваша жизнь сложится еще лучше. Пускай судьба подарит вам еще много-много радостных мгновений. Здоровья, дорогие, счастья, простого, человеческого, теплого, светлого. Спасибо за мир, спасибо за победу, спасибо за жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И до сих пор нет о нем никакой информации. Но не найдешь ни одной семьи, в которой не хранили бы память об ушедших бойцах. Именно поэтому задача наша заключается в том, чтобы максимально сохранить память обо всех, воевавших за нашу Родину. Обо всех, кто на своем примере показал силу белорусского народа. Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в вечность. Кого мы будем обнимать, дарить цветы, благодарить? Кого будут помнить наши дети? Чтобы никогда не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы понесем их портреты победным строем. Пусть все видят и все помнят. Бессмертный полк. Благодаря этой инициативе членов ПРСМ есть возможность всем брещанам, всем тем, кому дорога память о родных и близких, сражавшихся на войне или работавших в тылу на благо фронта, рассказать о них миру. Она прошла всю Вторую мировую войну. Она была медсестрой. Это прадедушка, дядя моей мамы. Он погиб при форсировании реки Висла в Польше. Он похоронен в городе Радом. Мы его долго искали через Красный Крест, нашли могилу, ездили на могилу. Дедушка это мой, он прошел полностью всю войну и начал воевать в Румынии. У него два ордена. Бессмертный полк, своим мужеством в вечность шагнувший. В Бресе сегодня, спустя семь десятков лет, в одном победном строю внуки и правнуки рядовых и сержантов, лейтенантов и полковников. Несмотря на звание и количество орденов на груди их героических предков, каждый из них в силу своих возможностей ковал победу в тылу как партизан, на фронтах как боец передовой. Я пришла с дочкой, она держит портрет моего отца, бравшего Берлин, а я держу портрет своего деда, погибшего в Польше. И вот где его могила неизвестно. До гладбище в Сувалках похоронено 46 тысяч советских воинов, погибших за них. Мой брат там был. И я должна, я чувствую, таких трогательных моментов в моей жизни еще не было. Среди тех, кто в памятный день решил дойти до Бресской крепости, гордо неся фотографии своих героев родных и Сергей Пилипцевич. Во многом его карьеру определил подвиг деда, который в страшной 40-е трудился в качестве фельдшера на передовой, где и встретил свою любовь, бабушку Сергея. В семье майора медицинской службы бережно хранят память о боевом прошлом своих родных, которым, как и сотням тысяч других советских жителей, пришлось перенести многое, чтобы рассказать детям и внукам о том, что такое война. Это мои бабушки и дедушки, участники партизанского движения, отряда имени Калинина, бригады имени Кирова, Пинского соединения. Это бабушка в 41-44, бабушка в 42-44, девушка в 41-44, где, собственно говоря, они и познакомились, она ухаживала за ним. Он фельдшер, она медсестра, поэтому не было бы их, не было бы меня. В этом году порядка тысячи участников шествия «Бессмертный полк» прошли торжественным маршем по улицам города над Бугом. Колонна всех тех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, растянулась на несколько сотен метров. Все это в знак того, что никто и ничто не в состоянии умолить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Собрались близкие тех, кто не вернулся, тех, кто сражался, тех, кто ждал и верил, что наступит тот день, когда в свободное небо независимой страны взлетят воздушные шары под звуки победной музыки. Поздравляем всех с праздником победы, всем счастья, добра, мира, чтобы наши дети не постигли такой участия, как защищал наш дед всю нашу страну. Огромное ему спасибо, он, конечно, не дожил, но он был бы рад увидеть такой огромный праздник, 70 лет победы. Спасибо большое. 9 мая. В этот день во всех уголках нашей Родины радостной вестью звучит красивое торжественное слово – победа. В нем горечь утрат, скорбь погибшим и радость за то, что наступил еще один мирный год. 70 лет мира, 70 лет спокойствия, 70 лет свободы и независимости. Они подарили жизнь новым поколениям людей. Они дали возможность развиваться и жить полноценной жизнью. Весенним солнечным днем, 9 мая 1945 года, устал он, такой счастливый солдат великой страны, вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Он искренне радовался не столько за себя, сколько за тех, кто не узнал эту победную весть. За тех, кто навсегда остался бойцом большого, но такого неизвестного подразделения – бессмертный полк, чьи имена останутся навечно в памяти тех, кто дожил до этой победы. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. День Победы – самый величественный исторический праздник, в котором грусть потерь перекрывается безмерной радостью, триумфом свободы и мира. Наша страна непобедима только благодаря ветеранам, участникам войны. Перед вами преклоняем головы. Вам мы обязаны не только независимостью, но и жизнью. Пусть триумфальное настроение придаст вам силы, здоровья и всех благ. Пусть триумфальное настроение придаст вам силы, здоровья и всех благ. Когда говорят о мужестве, вспоминают Брест. Когда говорят об испытаниях, вспоминают Брест. Когда говорят о жизнях, отданных за нашу землю, вспоминают Брест. Это общее для нас начало войны, символ этого начала трагического и героического. И когда мы говорим Брест, ведь это мы думаем не только о защитниках Бреста. Мы думаем вообще о том, как мы выстояли, как мы остановили врага, как мы разрушили его планы, как немцы не дошли за шесть недель до Москвы, как рухнул Блицкрик, как они проигрывали войну. Это отрывок из книги русского писателя Константина Симонова. Это слова о героической Берестейской земле, слова о славной Брестской крепости. Знаменательно, что вместе с юбилеем Великой Победы белорусский народ отмечает и юбилей крепости. 8 мая 1965 года национальному бренду Беларуси Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой». Их деятельность и жизнь тесно связаны с роковым-41, с историей и судьбой защитников цитадели. Каждый раз, проходя мимо казар, монумента жажда возле площади церемониалов, они явно представляют себе, как это было тогда, 4 июня, ранним утром, мгновение между миром и войной, между надеждой и страхом отчаяния. Речь идет о сотрудниках мемориального комплекса Брестской крепости-герой. Мероприятия, организованные в честь полувекового юбилея цитадели, они начали традиционно – с изложения цветов к вечному огню. В канун Великой Победы в их адрес звучали слова поздравлений, им вручали благодарственные письма. Среди награжденных – Наталья Армашук, главный хранитель фондов мемориала. На протяжении 13 лет она работает с порой единственными ниточками, дающими хоть какие-то сведения о защитниках крепости. Вещи, фотографии и письма, которые и сегодня, спустя 70 лет после войны, невозможно читать без волнения. Письма, в которых делились эти люди своими планами на будущее, они были большие, потому что это были в основном молодые ребята. И, конечно же, особо волнительно считать строки, где ребята предчувствуют войну и понимают, что судьба наверняка не служится, как они задумали. Предчувствуют, что война будет очень страшной и многие погибнут. 50 лет назад за исключительные заслуги защитников цитадели перед Родиной и в честь 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне в Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой». После этого начались работы по благоустройству мемориала, который был торжественно открыт в 1971 году. В едином архитектурно-художественном ансамбле цитадели, увековечившем подвиг героев обороны, представлены руины старой крепости, места ожесточенных боев и монументальные скульптурные композиции. Посещая памятное место, каждый, ступивший на священную землю, чувствует скорбь за павших, радость за выживших и гордость за легендарные слова «Я умираю, но не сдаюсь», которые стали вечными для тех, кто принял бой в 41-м и вечным примером для ныне живущих. За этот час крепость стала соправданным храмом памяти, одним из головных символов мужности, одваги и перемоги величию национальной и мировой культуры. Гонором белорусов и усих сумленных народов, местом захования великих патриотов и поклонения их героичному подвигу, школой патриотичного выхования и расповсюжения правды про историю Великой Айчинной войны. Каждый день в Брестскую крепость приезжает около 80 туристических групп, для которых около 100 сотрудников цитадели проводят экскурсии, знакомят с историей обороны 41-го. Символично, что свое почетное звание крепость получила в канун Дня Победы. У этих дат один юбилей на двоих. Юбилей, который объединяет миллионы людей, которые чтут бессмертный подвиг героев войны и каждый год 9-го мая со слезами на глазах радуются победной весне 45-го. Присвоение звания крепость-герой и День Победы – это наш однозначно общий большой праздник. Конечно, с чувством радости, с чувством гордости, слава тем, кто погиб, защищая нашу землю, вечно им покой. И слава тем, кто дожил до этих дней, кто увидел светлое знамя Победы над нашей страной. Ну и это самые добрые, самые красивые чувства переполняют и меня, и наших сотрудников мемориального комплекса, как и, впрочем, всех гостей Брестской крепости. Виктория Дрогобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Уважаемые сотрудники мемориала «Брестская крепость-герой», сегодня особенный день – День Победы. Это день радостный, теплый, цветущий. Он согревает нас благодарными взглядами, ощущением единства народа и в то же время заставляет наши сердца замирать. Боль целого поколения мы видим в глазах участников пусть давно прошедшей войны, но эту боль никогда не унять. Мы можем только сохранить вечный подвиг в своих сердцах. Вы это делаете на протяжении 50 лет. Поздравляем сегодня всех вас с праздником Победы. Пусть в наших домах всегда будет мир, счастье и благополучие. Пусть в наших домах всегда будет мир, счастье и благополучие. Несмотря на то, что весна 45-го года все дальше уходит в глубину лет, Великая Победа Великого Народа имеет огромное историческое значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за этот подвиг. Память о тех, кто погиб во имя общей Победы, сегодня живет в сердцах белорусов, которые делают все для того, чтобы никто не был забыт. Накануне 9 мая одно из наиболее крупнейших захоронений на месте лагеря «Ревир» обрело памятный знак, который благодаря своему месторасположению будет напоминать всем о том, какой ценой обошлась советскому народу эта героическая победа. Трагедия лагеря госпиталя «Ревир» под Брестом до сих пор остается в каком-то смысле загадкой. В списке немецких лагерей он не фигурирует. Нет ни его номера, ни точного количества, а тем более именного списка тех, кто там содержался. Однако, точно известно одно. Здесь, в приграничном Бресте, в нечеловеческих условиях старались выжить взятые в плен воины, от Белостока до Демблина. Защитники цитадели – участники боев в районе Бреста, что по приблизительным подсчетам историков составляет порядка 15 тысяч человек. В преддверии 70-й годовщины победы у братской могилы на месте перезахоронения более чем 2,5 тысяч останков советских солдат появился памятный знак, установленный по инициативе областного объединения профсоюзов. Здесь, за моей спиной, лежат останки тысяч наших солдат. Подавляющее большинство так и останется неизвестными солдатами. Но мы сегодня делаем замечательное, хорошее, нужное дело. Мы выполняем свой нравственный, человеческий, христианский долг. Мы выкалечиваем память тех ребят, которые отдали жизнь. Пусть не в бою, пусть в результате боя, пусть после ранения, пусть просто попав в плен, они отдали свою жизнь во имя Родины. Эхо Великой Отечественной войны, завершившейся практически 70 лет назад, до сих пор подает современникам отголоски из прошлого. Активные работы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь позволили восполнить некоторые белые пятна в истории лагеря госпиталя «Ревир». В последний раз в конце ноября 2014 года останки 784 военнопленных обрели свое последнее пристанище и были преданы земле со всеми воинскими почестями. Сегодня здесь появился обелиск, который будет напоминать каждому о том, что здесь покоятся те, кто не успел почувствовать вкус жизни, те, кто верил и надеялся, но так и не узнал о том, что советский народ ликует победу. Это наша святая обязанность – уход за памятью, уход за памятью тех, кто воевал, тех, кто ценой своей жизни не дожил сегодня до этих дней, но благодаря этим людям мы имеем сегодня мирную жизнь. И все, что необходимо сегодня делать для того, чтобы увековечить память, для того, чтобы уход за памятью делать, мы обязаны, это наша священная обязанность, все граждане Республики Беларусь. Я со своим классом, со своими доклассниками, мы посещаем это мероприятие, потому что мы считаем, что это действительно важно, потому что старое поколение, поколение ветеранов, поколение взрослых, оно скоро уйдет. И, в принципе, будущее, оно за нами, и именно мы должны быть хранителями этой памяти. Поэтому важно посещать такие мероприятия, поэтому важно бывать в местах памяти, в местах скорби, как, к примеру, данное захоронение. Подобные инициативы члены профсоюзного комитета страны активно развивали в преддверии юбилея Победы. И, что немаловажно, будут продвигать и после важной исторической даты во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего Беларуси. Путь к Победе был трудным и долгим, поэтому нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для потомков неизвестной. Объединяясь вокруг памятных мест, вспоминая тех, кто не дожил до светлого дня, мы храним сердце трепет к тем страшным годам, которые не должны повториться никогда. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, поздравляем вас с Великой Победой. От всего сердца говорим вам спасибо за то, что мы живем на нашей земле, что над нами мирное небо. Это по праву ваш праздник. Великой Отечественной войны 9 мая мы празднуем выдающуюся дату – День Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. В этот день мы низко склоняем головы перед теми, кто сберег от уничтожения нашу Родину, кто спас от фашистского рабства, дал свободу и независимость многим странам. 70-летие Победы. Годы уходят, но память о подвиге наших героев, сегодняшних ветеранов не меркнет. Те испытания, которые выпали на их долю, подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ. Мы поздравляем вас, дорогие ветераны и всех жителей славного Берестейского края с мирным небом, с пением птиц и ароматом цветов, с детским смехом и счастьем быть свободными. Здоровья вам еще долгих лет жизни. Дай вам Бог стать примером многим поколениям нашей молодежи. И самое главное, знайте, что вас помнят и любят за ваш беспримерный и самоотверженный подвиг в годы войны. В этот праздник хочется поздравить всех наших людей и пожелать всем добра и любви. Давайте стараться жить в мире и согласии и всегда помнить тех людей, что сложили головы на полях войны во имя нашего мирного будущего. С Днем Победы! С Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова